Вы что, охренели что ли? А, россияне? Вы что, забыли что ли? Вы забыли, когда легальные мигранты, нелегальные мигранты. Да вы, блин, обратите внимание на свою мигранционную полицию, которая создает из этих же мигрантов другие организации, которые за это деньги берут. Рейслар Ростов-на-Дану, Сочи, Анапа, Волгоград, Новороссийский, Саратов шахарлары ару амальге ошады. Быз бламбогланыш ученые экрандаги ищеншли ракамларге алахаге чхень. Пилус, етта, токузезу отмыш ике, ноль сэксэн токэз, он, он. Мигранты, 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 иммигранты, нелегальные мигранты. Это все такое вот, такая чушь идет из России. Вы показали статистику за последние 10 лет, что больше всего преступления создают иммигранты в Центральной Азии. Я, кстати, вчера чуть-чуть приструнил своих земляков, узбеков, чтобы не совершали преступления и работали честно в России. Но что получается, я обращаюсь к ксенофобам в России. Вы что творите? Вам не нравится азиатское лицо? Вам не нравится, как они нечисто, нехорошо говорят на русском языке? Я узбек, я 16 лет живу в Норвегии, и я этого здесь не чувствую в Норвегии. А вы, моих земляков, вообще всех национальностей, которые не из России, называете гастарбайтерами. Немецким словом, да? Хотя в переводе это слово обозначает гостевой работник. А вы как-то это слово используете, как реальные ксенофобы. Там уже и до национализма недалеко. Вы что, охренели что ли, а, россияне? Вы что, забыли что ли? Вы забыли, когда во время войны Узбекистан принял в свою страну больше ста предприятий и выпускал все, что нужно было для войны. Сам голодал, отправлял продукты на войну. Вы про это забыли что ли? Вы забыли про то, что 200-300 тысяч сирот мы приняли в Узбекистане и не отдали ни в одну, ни в один детский дом. Каждая семья приютила в своем доме по 10-15 детей разных национальностей. Там были и прибалты, там были и украинцы, там были белорусы. В основное количество это было русские. Вы про это забыли? Когда мы не доедая, семей не доедали, а собирали урожай, отправляли хлопок, чтобы воины одевались. Сами узбеки и вообще все националисты Центральной Азии воевали на фронтах, погибли. У нас на то время в Узбекистане было всего лишь 6,5 миллиона населения, а ушло на фронт почти полтора миллиона. Вы про это забыли? Вот эти, сейчас эти дети, которые, это дети тех людей, которые помогали. Тогда было, когда мы помогали, отправляли это все, тогда мы были дружным народом. А теперь что? Мы стали мигрантами? Легальные мигранты? Нелегальные мигранты? Да вы, блин, обратите внимание на свою миграционную полицию, которая создает из этих же мигрантов другие организации, которые за это деньги берут, делают фальшивые документы. Вся ваша миграционная полиция, она коррумпирована. Они все имеют деньги. Посмотрите на каких авто и где они живут, эти полиции из миграции. Не все, конечно, но хватает. Вы знаете, что за прошедший год, благодаря иммигрантам, тем, что они каждый месяц платят за патент 5400 рублей, они сделали доход российскому государству аж 54 миллиарда рублей. Если бы ваша иммиграционная полиция была бы не коррумпирована, вы бы получили 100 миллиардов рублей. Откройте глаза, какая нахрен ксенофобия. Не нравится им цвет кожи, не нравится им разрез глаза. Вы что, охренели что ли? Вы живете благодаря всему народу, советскому народу, дружескому народу на сегодняшний день. А теперь представьте, если перестанут существовать узбекские рестораны, чеханы в России, перестанут отправлять на данное время хлопок, перестанут отправлять... Да вы не будете даже подметать свои дворы. Вы обосретесь во всех и в стройке, блин. Потом у вас 5-6 миллионов трудового населения не хватает. Ребят, кто дороги строит на сегодняшний день? Кто такую мазку построил на сегодняшний день? Почему чисто в ваших городах? Что там, русские работают? Что, русский может работать 10-12 часов в такси? В эконом-классе? Да хрен вам! Вы на такую работу даже не пойдете. Вы даже жопу свою со стула не поднимете на такую работу. А наши приезжают, по 10-12 часов пашут. И вы еще создаете какие-то проблемы. Если он совершил преступление, он обязательно сядет через суд в тюрьму. Его накажут. Я об этом вчера говорил. Я попросил своих земляков, если вы увидите какое-то намерение на преступление или на... Человек совершил преступление, сдайте нахрен своего земляка в полицию. Я об этом говорил. У меня душа болит. Я узбек, живу в Норвегии. Правда, я не у вас живу. Но у меня душа болит за своих земляков. Где бы они ни находились. В России там запрещаете им читать намаз. Я, конечно, понимаю. Вдоль дороги расстелить и читать намаз, конечно, это и небезопасно. Но извините, друзья, россияне. В Европе мечетей больше в тысячу раз, чем во всей России. Но вы сами ставите препоны. Вы сами ставите препятствия, чтобы они легально работали и платили налоги. Во что мы превращаемся, друзья? Я понять не могу. Во что мы превращаемся? Вы сами сейчас на СВО против деноцификации. А сами становитесь нациками, ксенофобами. Так что очнитесь, друзья. У меня друзей много в России. И русских. В Норвегии у меня чайханасои. Ко мне приезжают все национальности с бывшего Советского Союза. И у меня нет тут никакой политики, нет у меня никакого национализма, нет никакого... У меня только дружба, любовь, культура, традиция. Вот чем я делюсь здесь. Завтра начнется с другой страной из бывших в СНГ. С СНГ я имею ввиду. Еще с одной. Если вот так вот народ будет вот так вот... Вот эти ксенофобы... Ксенофобия, если будет развиваться. Подумайте, друзья. Все-таки дружба, любовь, взаимопонимание, взаимоотношения, взаимопомощь... Это намного лучше, чем ваша ксенофобия. Я не про всех говорю. Но про тех, которые себе голову забили, что Россия только для россиян. Просто смешно, друзья. Вспомните, как все бывшие республики при Советском Союзе помогали, погибали, отдавали свою жизнь за то, чтобы в будущем мы были все вместе. Мы строили этот мир, вот эти взаимоотношения долгие годы. И этого нельзя сейчас нам в один момент, в один миг вот так вот вашей вот этой ксенофобии потерять. Уже начинается во многих странах республик, вот и в Киргизии, и в Казахстане, и в Узбекистане. Уже потихонку-потихонку начинается вот эта маленькая искрененькая ненависть по отношению к российскому народу. Зачем нам это все разжигать сейчас? Мы должны сплочаться, объединяться. Как хотите, так и понимаете, друзья. Но я за мир и взаимоотношения между государствами бывшего Советского Союза, чтобы мы были, как всегда мы были одной большой семьей.